Всем привет! И снова я в рубрике «Открытый микрофон», которую проводит сейчас Амаркетс. Зовут меня Владимир Пересада. Трейдингом я занимаюсь уже практически 11 лет, 7 из которых занимаюсь трейдингом профессионально. И сегодня я расскажу вам об инструментах, о которых редко кто говорит. Сегодня затронем тему металлов, сырья, рынок акций и поговорим о перспективных вариантах на валюте. Расскажу об открытых сделках, о том, что сейчас торгуется, о том, что сейчас в лимитниках. То есть получите полное представление о картине. И хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы проявляете замечательную активность. Прошлое видео, которое вышло на канале, которое я проводил, собрало 50 комментариев, 75 лайков и какие-то 5 нехороших человек поставили дизлайки. Но с ними мы разберемся позже. Активность замечательная, и поэтому сегодня я анонсирую бонус для кого-то из подписчиков, дам доступ к своим материалам. Поэтому смотрим видео до конца, и кто-то из вас получит приятный презент. Клиенты Амаркетс должны быть в лучших условиях, чем клиенты других брокеров. Ну а теперь давайте сразу к обзору. Вам будет интересно. Включаем графики и изучаем материал. Начнем давайте с открытых позиций. Как видите, с прошлой недели открыта только одна позиция, это фунт йена. Короткая позиция, открыта она сегодня, то есть за неделю прошедшую не было позиций. И это ближайшая, плюс вскоре открыты будут несколько других ордеров. Но давайте затронем конкретно фунт йену. Позиция открыта из области возможного угасания. Область 139-140, это область вероятного угасания. Поэтому решил попробовать открыть от 139-90 со стопом выше 140-90. Из этой области снижение, скорее всего, и наиболее вероятно, не в какие-то значения позиционные. К примеру, 132-131, а более вероятно, все-таки 136-135,5. Поэтому я рассматриваю тейк профит в области 135,5. Если говорить о других вариантах, которые, скорее всего, в ближайших будут исполнены, это евро-йена. По евро-йене аналогичным образом стоит короткий ордер. Это закоррелированные позиции, то есть, в частности, и фунт, и евро здесь в короткой относительно йены. И этот вариант может быть интересен. Многие инструменты, в том числе и доллар-йена, находятся в позиционных областях. И вариант отката именно по йене существенный. Поэтому я закладываю на эти две идеи по проценту риска. То есть, общий риск по этому сценарию 2%. Но он распределен между двумя активами, в частности, евро-йена и фунт-йена. Также на данный момент времени ордер по евро-фунту находится, в принципе, тоже относительно недалеко от исполнения. Но здесь длинная позиция. И получается очень захеджированный сценарий. То есть, два ордера евро-фунт-йена на короткую, а евро-фунт на длинную. То есть, мы можем получить на продолжении движения евро, на ослаблении фунта, возможный неплохой профит именно с евро-фунта. То есть, угасание фунта здесь может сыграть роль. Либо усиление евро, что тоже, вероятно, относительно того цикла, в котором оно торгуется. То есть, небольшой такой сложный путь я для себя выбрал в плане отбора инструментов. Но здесь тоже сценарий, который очень интересен. 85,5 со стопом 84,6. Вот. Это по ордерам на валюте. Ну, а теперь давайте перейдем к идеям. Идеи вам покажу с TradingView. Давайте с валюты начнем. И перейдем постепенно к акциям. По валюте я расскажу самое ключевое. Я не буду сегодня говорить о тех инструментах, на которых, в частности, я не вижу идей. Я дам конкретно те инструменты, на которых в ближайшее время могут быть исполнены хорошие сделки. Потому что обсуждать и анализировать сценарии, высасывая идеи из пальца, это не тот путь, который использует трейдер. Трейдер делает что? Он рассматривает десятки. Он рассматривает сотни других инструментов для того, чтобы найти из них самые оптимальные. Это задача трейдера, а не пытаться сидеть на одном инструменте и, высасывая из пальца сделки, торговать, не видя при этом профита. Вы для себя определяетесь каждый, что кто хочет. Фунт-доллар. Возможный шорт, но тот шорт, который интересен для меня, это 29.90-1.30,5. Это ближайшее на вариант угасания. Очень импульсное движение. Мы пробовали с ребятами купить на откате. Ставили ордер сюда, после того, как цена пошла в длинную, но ордера цена не достигла, мы его убрали. Сейчас покажу вам, чтобы вы понимали, что это все на самом деле. Вот этот ордер, который ставился 14 числа непосредственно, и этот ордер был убран. Также был убран ордер по еврофунту, был убран ордер по доллар-иена, и на данный момент есть коррективы. По фунту эта корректива с вариантом коротких 29.90-30.50, может быть 31 даже. Это интересно. По франку, здесь ситуация на отслеживании, она очень интересная, я готов следить за франком. И здесь два сценария, один из которых это вариант коротких ниже 99.20, и второй это длинные выше паритета. Но здесь стоит также учитывать тот факт, что могут быть варианты ложных пробоев. И эти варианты непосредственно ложных пробоев нужно тоже мониторить. Кстати, ребят, не забывайте поддерживать видео лайком, не забывайте подписываться на канал Амаркет, чтобы следить за выпусками. И также есть ссылка на мой личный канал, трейдинг без цензуры, на котором вы можете найти много материалов по трейдингу, в том числе и непосредственно правдивую информацию о сфере, о том, что здесь как устроено. Я думаю, что вам будет полезно и интересно. Ну и сразу же сделаю небольшой анонс. В связи с большой активностью я одному из вас предоставлю бесплатный доступ на свой интенсив, который начнется 11 ноября и продлится до 15 ноября. Это 5 дней и тема интенсива торговля уровней. То есть я расскажу конкретно все нюансы построения, анализа, где ставить лимитники, где ставить стопы, в каких циклах это все работает. Интенсив пройдет в течение 5 дней, около 10 часов онлайна. То есть это не записи, это конкретное общение со мной онлайн с ответами на вопросы и с практикой. Получит доступ на интенсив один из вас. Для этого пишите комментарии с любым вопросом, отзывом о видео. Можете просто писать «хочу» на интенсив. И на следующий выпуск, следующий четверг определим победителя через рандомайзер, соответственно, и вы будете участвовать. Давайте движемся дальше. Золото. По золоту интересны покупки позиционно 1430-1400. Но здесь сложность в построении ордеров, и я бы рекомендовал брать середину 1407-1380. Около того. Это интересно. На текущем цикле больше ничего нет. Доллар-рубль. Интересно купить на случай падения 6305-62.49. Примерно так. То есть вход-стоп. Верхняя граница-вход, нижняя граница-стоп. Фунт-иена понятно. У нас определены на текущий момент сделки. Одна в работе. Еврофунт тоже вам все понятно. Сделка вскоре будет исполнена и будет в работе. По биткоину, честно говоря, не знаю, что делать. Поэтому мы его опустим. Не вижу смысла о нем говорить в тот момент, когда на нем нет конкретной информации. Но, скорее всего, потенциалы коротких более интересны. Давайте по бумагам пройдемся на том, что сейчас интересно позиционно. Би-би-вай. Здесь зона возможного закрепления 69.6-69.8. В случае закрепления инструмента, закрепления подневки, либо в течение 4-6 часов. Наблюдайте внимательно за формацией. Можно пробовать купить. Потенциалы роста до 75-76 долларов. То есть, очень интересная бумага и стоит понаблюдать. Запомнили цифры, запомнили модель закрепления. Ложный пробой торгуется только в случае, если выйдет выше 70.5. То есть, если выше 70.5, цена поднимется и обратно упадет под 69.6, вы можете пробовать продавать. Но это уже более сложные моменты. В общем, основная идея это все-таки покупки. DHI. DHI очень далеко. Disney очень интересная бумага. Здесь потенциал пробоя. Видите, есть стагнация, есть выход за дневную зону позиционирования. Это зона коротких. Но, учитывая, что цена дает формацию на набор позиций с подтверждением в текущий момент времени, наблюдайте. Возможно, с завтрашнего дня самым интересным вариантом будет открытие все-таки покупок. То есть, если дневка закрывается выше 131.5, на следующий день на откатах, либо сразу ищите покупки. Это может быть интересно. Сама формация очень-очень хороша. FedEx. Так, FedEx, FedEx. Нет. Сейчас. HOG. Здесь цена находится в районе максимумов по циклу. И на случай ложного пробоя выше 37.5 короткие, по длинным нужна подготовка. То есть, по длинным нужно больше времени, если говорить о коротких, все-таки импульс и возврат обратно под значение 36.8 – это короткие. Если пойдет выше 37.5, вернется по 36.8, открывайте продажи. Это интересно. McDonald's тоже очень интересно. Это компания, которая, скорее всего, будет в кризис тоже расти. Если будет снижение до 200, покупайте 200-195 в этих значениях. Это интересное, вплоть до того, что портфельное удержание. Очень хорошая ситуация. Nike. Откатные покупки 88.5, 85.8. Очень-очень хорошие, очень перспективные. Видите, флажками помечено у меня то, что я отобрал для себя, и кое-что из этого я вам даю. Twitter. Очень неплохая формация, но, возможно, и короткие. Если цена продолжит удерживаться под 40 долларов, продавайте. Потенциал падения вплоть до 34-32. Хороший вариант. Ну и, в принципе, это такое основное, что я выделил для вас. Давайте посмотрим все-таки биткоин, потому что многие из вас именно заинтересованы в этом активе. Для вас его рассмотрим. Биткоин ниже 8000 торгуется. Потенциал сбора стопов по длинным это 7400. 7500. С этими валютами уже путаюсь в цифрах. 7500. 7400. Это стопы по длинным, которые открывались от этой области. А многие хотели купить на откате. Поэтому в случае сбора стопов вы знаете, что можно покупать выше 7500. То есть на случай движения ниже стопов и возврат обратно вы покупаете смело. На случай, если выходит цена импульсом закрывается здесь. На откате вы продаете отсюда от 7800-8300. Вот так. Покупки, скорее всего, 5500. Скорее всего. И то в случае импульса. Ловить покупки стоит только на импульсе. Но вы учтите, что биткоин это не совсем тот инструмент, который поддается правильному позиционному анализу. Это непросто технически. Из-за недостаточно уровня ликвидности в отношении тех же валют. Валюты лучше всего работают позиционно. Именно потому, что на них невероятный уровень ликвидности. И огромное внимание со стороны технических трейдеров в огромном количестве. Надеюсь, что вам было интересно. Рад был вас всех видеть на брифинге. Не забывайте поддерживать видео, чтобы чаще с вами мы могли встречаться. И если кому-то интересна какая-то информация конкретно по трейдингу, мы в рамках рубрики можем проводить и разговоры о стратегиях, о тактиках, о money management, о чем угодно. Если что-то интересно, пишите. По вашим заявкам будем делать контент. Ну и не забывайте о конкурсе, который сейчас проходит для вас. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok